Около 10 миллионов рублей на строительство духовного центра имени пророка Иссы. Средства на его строительство поступают со всех уголков Дагестана. И на этот раз свою лепту внесли представители Хасавюртовского, Ботлихского и Шамильского районов. В состав делегации входили имамы, активисты и общественные деятели муниципалитетов. Абдулла Алиев подробнее. Во все времена разные народы всегда объединяла одна благая цель. В Дагестане на сегодня этой целью можно назвать завершение строительства духовного центра имени пророка Иссы. Люди из разных городов и районов республики приезжают сюда оказать помощь, которая по самоработникам центра весьма ощутима. На самом деле она бесценна на данный момент, она очень даже ощутима. И график тех людей, которые придут и будут помогать, он расписан еще на два месяца. Я думаю, что еще чуть дальше тоже будет необходима такого же плана помощь. Поэтому на самом деле очень активно помогают и эта помощь существенна. Делегация из Хасавюрта прибыла в Махачкалу с почетной миссией – передать деньги, собранные их джаматом, для строительства будущего духовного центра имени пророка Иссы. В состав делегации вошли имамы центральных мечетей Хасавюрта Яхья Османов и Умарасхаб Умалаев – активисты и общественные деятели. Для них была проведена экскурсия, а после делегаты посадили деревья на территории будущего парка, прилегающего к мечети имени пророка Мухаммада. Сегодня мы прибыли сюда и увидели своими глазами строительство этого объекта. Но до этого мы только знали понаслышке. Но когда увидели масштаб выполненной работы и ее темпы, то очень обрадовались. Верное выражение – лучше один раз увидеть, чем много раз слышать. Мы до конца не верили в размах и проекта, и самой работы, пока не увидели сами. В пятничный день я сказал своим прихожанам, что эта мечеть будет короной всех мечетей республики. Она будет объединять людей разных возрастов, национальностей и народов. Далее в административном здании центра представители делегации встретились с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. В ходе беседы он отметил, что сама идея строительства центра призвана сплотить и объединить мусульман. От суммы ничего не зависит. Зависит главное, чтобы у нас сердца были вместе. Доказательством является то, что вы сегодня здесь. В этот день на территорию центра прибыли жители из Ботлихского района, где также был объявлен сбор для строительства мечети. В течение трех недель они сумели собрать сумму более одного миллиона рублей. Свой вклад внесли как взрослые, так и дети. В этом благоугодном деле принимали участие и юноши, и наши взрослые, молодые, все. Хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто активно принимал участие в этом деле. Для нас в этом участии, в этом благоугодном деле одно счастье, что говорить. Мы счастливые люди. Чамат, который работал в этом направлении, это счастливые люди. Приезд делегаций из Шамильского района был связан с переданной менстафетой на сбор денег для центра от жителей Чарадинского района. После этого примерно за неделю жители района собрали сумму более 6 миллионов рублей и передали ее на строительство духовного центра. Послан делегатов в сборе принимали участие не только мусульмане, но и представители других конфессий. А эстафета была передана дальше жителям села Доргелика Рудахкенского района. В результате этой акции активизировались все слои населения. И взрослые, и маленькие, и женщины. Этот духовный центр является фактором объединения всех слоев населения. И мы видим, что объединяет всех вокруг этого благотворительной акции. Стоит отметить, что духовный центр строится исключительно на народные средства за счет пожертвований неравнодушных людей. В будущем на его территории будет расположена не только мечеть, но также библиотека, парк, аллея и многое другое. Абдулла Алиев, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.